Мы продолжаем свое путешествие по Черногории. Едем на север в парк Дурмитор. Первая наша остановка – частная винодельня Монте-Гранде. Ее хозяева, молодая приятная пара, проводят для нас экскурсию и проводят дегустацию своего вина. Оно очень приличного качества, но действие вы видите сами. Поила е водом майка, бестром водоса и звора Сакорита Иванова. Не помаже вода майка Сакорита Иванова, ни лекари, ни травари. Не помаже вода майка Сакорита Иванова, лек суми стара моя. Мы едем дальше, проезжаем озеро Крупачко. Водные запасы его пополняются при помощи родников и горных речушек. И в настоящее время водоем считается одним из крупнейших резервуаров пресной воды в Черногории. Мы подъехали к небольшому, почти игрушечному городку, который называется Шавник. Он стоит в месте слияния трех чистейших рек – Буковица, Беела и Шавник. Продолжаем подниматься в горы. Здесь невероятно красивые пейзажи. Горы, зелень, чистейший воздух и такое впечатление, что сейчас взлетишь. Музыка. 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 Мы подъехали к необыкновенному месту – Черное озеро. Вода здесь бирюзовая, но из-за темного леса вокруг, который отражается в воде, меняет свой цвет и издали выглядит более темным, чем на самом деле. Над ним нависают снежные вершины гор. Местные жители ласково называют это озеро «Горные очи». Оно состоит из двух небольших озер. Это ледниковое озеро, которое расположено на высоте 1418 метров над уровнем моря. А вокруг, как я уже говорила, темный сосновый лес. Мы попробовали обойти озеро по периметру, но не смогли, не везде есть проход. Зато получили большое удовольствие просто от прогулки по лесу возле озера. Субтитры создавал DimaTorzok На второй день мы достигли снежных вершин. Это так называемые Динарские Альпы. Красивейшие горные хребты. И хоть на календаре последний день апреля, здесь минусовая температура. Мы возле перевала Седло. Это самый высокий перевал в Черногории. 1907 метров над уровнем моря. Мы приехали к каньону реки Тара. Это самый глубокий каньон в Европе и один из самых красивых. На протяжении почти 80 километров бьется горное ущелье, по которому протекает река. Здесь много порогов, тем не менее, очень развит рафтинг. Вот поплыл рафт шестерочка. Субтитры создавал DimaTorzok Каньон расположен между горами Синьявина и Дурмитор с одной стороны, Любишня и Златний Бор с другой. Глубина его около 1300 метров. В 1937 году через каньон был построен мост Джурджевича. Он долгое время был единственной дорогой, связывающей юг и север Черногории. На момент постройки мост был крупнейшим бетонным арочным мостом в Европе. До недавнего времени самой высокой арке моста устраивали прыжки на резинке – банджи-джаппинг. Сейчас его запретили, так как прыгуны мешали автомобилистам. Во время Второй мировой войны югославские партизаны приняли решение разрушить мост. В 1942 году инженер Лазарь Яукович, один из участников строительства моста, взорвал центральную арку, чем перекрыл движение через реку Тара. Это замедлило вражеское наступление на Югославию. Мост был полностью восстановлен только в 1946 году. Приток реки Тара выскрится. Какая-то невероятная первозданная красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Монастырь Морача Основание монастыря относят к середине XIII века. Первый камень заложил сербский князь и его сын Стефан Неманья Неманича. Во времена турецкого владычества на Балканах монастырь Морача подвергся разрушению и запустению. Но к концу XVI века он был восстановлен. Высокие своды потолка и стен украшают стародавние росписи, которые в последний раз были обновлены в XVIII веке местными черногорскими художниками из Котора. Здесь очень красиво и спокойно дорожки, выложенные камнем, растут всевозможные декоративные кустарники и деревья. На территории монастыря есть источник с чистой и очень вкусной водой. Тут же находится небольшой, напоминающий часовинку храм святого Николы, который был построен в 1635 году. Меня потрясла его акустика. Я даже сделала небольшой тест для примера. Рядом пьедестал с несколькими колоколами. Каньон реки Морача Длина реки Морача составляет чуть менее ста километров. Весь свой путь она петляет, вырезав за миллионы лет в скальной породе глубокий каньон. Сама речушка мелкая и неширокая. Впадает с Кадарское озеро на юге страны. Была ли это восторженная реакция какого-то путешественника на увиденные красоты или просто чья-то шутка, неизвестно. Но название Ниагара прочно закрепилось за одним из красивейших мест на реке Циевна. Водопад действительно внешне напоминает уменьшенную во много раз копию североамериканского оригинала. Местные жители решили построить дамбу для создания искусственного водоема. Прозаические миллиаративные работы привели к неожиданно замечательному результату. Эффект вышел потрясающий. Из рукотворного озера через плотину с высоты до 10 метров падают прозрачные водные потоки. Редкий случай, когда силы людей и природы соединились для создания необыкновенной красоты. Средневековая крепость Бессац – одна из немногих отреставрированных крепостей Черногории. На данный момент на ее территории находится ресторан, винный магазин и обзорная площадка с прекрасным видом на Скадарское озеро. Подходит к концу наше двухдневное путешествие на север Черногории. Неповторимые пейзажи гор, заповедные леса, хрустальной прозрачности вода оставили неизгладимое впечатление.